Всем здравствуйте! Мы находимся на Вяземском, на улице Верхотурова, 73. Сюда мы приехали не просто так. Здесь проживает мать с двумя детьми, которая вынуждена будет, скорее всего, в этом году уже второй год подряд снимать квартиру, чтобы просто почувствовать тепло, потому что сейчас их дом полностью отрезан от отопления. Вот они, трубы, которые у меня когда-то были. Дома проходили под центральное отопление. Сейчас мы их срезали и здесь лежат, потому что они не подходят. Мы здесь прожили до конца ноября, и я была вынуждена снять квартиру, потому что мы не смогли здесь находиться. Я топила с утра и до вечера, до позднего, и мы все равно ночью просыпались от того, что холодно. То есть иногда даже встаешь в три часа ночи и начинаешь подкидывать, растапливать заново, чтобы было хоть как-то потеплее. 18 марта приехал Сергей Иванович к нам сюда, он собирал, и я просилась с работы, приехала и в ДК, как бы обратилась к нему. Пока я это все не сняла, у меня на днях сверил дом, я с детьми осталась на улице. В этом порядке, приоритетом найти жилье и дать погорельщику. Завтра инспектор приедет и делает заключение. А руководство города и района примет вас завтра у себя на приеме. И он дал распоряжение, чтобы у нас не было тогда пожарного инспектора, чтобы приехал к нам с Хабаровска пожарный инспектор, чтобы было честное заключение. И по честному заключению у меня был поджог, было возбуждено уголовное дело, которое было приостановлено буквально через месяц за отсутствие лица, совершившего преступление. Сейчас мы видим дом после ремонта, да? После ремонта, да. Это все, что вошло в смету, это не вошло в смету. Вот эта вот крыша, то есть шифер поменяли. О, так у вас тут бассейн. У нас тут бассейн, у нас улица отсюда. Все сюда стекает, вода. Ой, вот так вот и получается. Тогда пока. Вам не страшно жить в таком доме? Мне страшно? Так, а кто пить? А ясно, кто герой. Страшно жить, когда у тебя трескаются несущие стены, когда они расходятся, когда у тебя сыпется фундамент. И после того, как уехал Сергей Иванович, и когда вот начался ремонт весь этот, в первый же день они приехали и обрезали отопление. Потому что сказали, что документально этот дом весь под печным отоплением. То есть как-то вот неожиданно решили проверить, и как-то вот оказалось, что... Да, но только потом, как наедине, мне господин Усенко, это глава города, сказал, что... А не надо было жаловаться. Может, тогда было бы все нормально. Сейчас мне подвели отопление к дому. В доме я должна делать его за свою сетку, так как я теперь являюсь собственником. А вот дети как? Надеются на то, что у меня получится, что я высужу, и что у нас будет на самом деле нормальный дом, мы его построим. Только что я и другие журналисты вышли из администрации городского поселения города Вяземский. Мы хотели получить комментарий по поводу этой ситуации, которая сложилась в доме на Верхотурово, 73. Но ни главу, ни заместителя, ни исполняющего обязанности на месте мы не застали. Они все находятся в Хабаровске. Депутаты, все, которые есть, они задействованы на каком-то мероприятии. Другой еще один депутат, который нам тоже посоветовали, она тоже находится в Хабаровске. И, как уверили другие специалисты, которые сейчас все-таки работают в администрации городского поселения в Вяземском, что ситуацией владеет только один человек, точнее даже два. Глава, это глава города и его исполняющие обязанности. Нам дали номер исполняющего обязанности и попробуем с ним сейчас немного попозже связаться. Через квартиру проходили трубы во первую квартиру. Потом хозяйка первой квартиры, собственница, завелась и вот, сделала отдельно. А трубы Александры, они, получается, их демонтировали? Нет, Александра, трубы, у меня никогда их не было. Ее труб. Вот, что было видно, это как бы здесь были радиаторы когда-то. Хотя мне усердно утверждали, что у меня здесь никогда ничего не проходило. А что хочешь? Хочу тепло. Да, конечно, это же не помыться вообще ничего.